Хабаровск присоединился к всероссийскому проекту «Больше, чем реабилитация». В рамках этой программы больницы оснащают современным оборудованием для реабилитации детей с ревматическими заболеваниями. В Хабаровске новый кабинет появился в Краевой детской больнице. Репортаж Александры Романовой. У пациентов в детской больнице короткий перерыв лечения на праздник. Его устроили в честь хороших новостей. Кабинет реабилитации пополнился двумя аппаратами для лечения ревматических заболеваний. Новые тренажеры позволят сократить время пребывания в больнице. Курс лечения уже успели пройти 9 детей. Двое детей с коленом с суставом. У одного ребенка полностью амплитуда движения в суставах была восстановлена. У другого ребенка, ребенок был на аппаратном лечении, на аппарате Резарова, до 18 градусов. Это очень хороший показатель для данной патологии. Ревматические заболевания не зависят от возраста. Могут возникать даже у младенцев. При такой болезни сустав отекает, что приносит нестерпимую боль. Дети не могут ходить в школу, посещать детский сад, спортивные секции. Если пустить болезнь на самотек, в конечном итоге она может привести к инвалидности. Мы специалисты-ревматологи, мы помогаем детям с такими заболеваниями, комплексом диагностических мероприятий, комплексом лечебных мероприятий, комплексом реабилитационных мероприятий. В детскую краевую больницу оборудование купили по программе «Больше, чем реабилитация». Современный прибор может запоминать данные пациента и автоматически подстраиваться под него во время процедуры. Но главный плюс аппарата – лечение практически безболезненное. Основная проблема людей с ревматоидными заболеваниями в том, что они не могут самостоятельно разрабатывать сустав из-за сильной боли. Аппарат эту проблему помогает решить. Вот сейчас мне его запустили, и действительно такое ощущение, как будто бы рука в невесомости. То есть ни одна из мышц не задействована, и я практически ничего не чувствую. В Хабаровском крае 250 детей с различными формами ревматических заболеваний. С каждым годом число заболевших увеличивается на 20%. К возникновению болезни приводит сбой в иммунной системе. Но благодаря развитию медицины с ревматическими заболеваниями можно вести обычный образ жизни. Раз в год приходя в больницу на плановый осмотр.